GameStop.in. Топовые игры по низким ценам. Сезон зимних новогодних праздников у меня всегда ассоциируется с кооперативными играми для друзей, одной из которых долгое время является Dead by Daylight с асимметричным кооперативом, когда четверо играют против одного, что даже звучит дисбалансно. Ну а вот как получилось у разработчика всё это сбалансировать, при том так, что это уже более пяти лет привлекает игроков, к тому же повышая онлайн, сегодня и попытаемся разобраться. Так что присаживайтесь поудобнее. Ведь сейчас будет страшно интересно. Приятного просмотра! Но сперва поговорим о том, как эту игру можно сейчас купить в Стиме, учитывая, что там ещё в прошлом году многие игры стали недоступны для покупки на территории РФ. Эту блокировку, конечно, можно попытаться обойти, но сможет это далеко не каждый. Поэтому есть второй вариант — это сторонние торговые площадки, где ключи уже в наличии, хотя и по завышенным ценам как раз из-за блокировки. Плюс появляется возможность потерять и деньги, и не получить игру. Поэтому я покупаю игры на сайте GameStop, который даёт вероятность получения желаемой игры. То есть выпасть может и другая, но не менее крутая. К тому же за счёт этого и цены здесь в разы ниже, так что даже получив другую игру, можно быть в плюсе, ведь без игры вы в любом случае не останетесь. Так что нахожу нужную мне игру, как можно видеть цена действительно ниже тех, что мы видели раньше, жму купить, оплачиваю, и с первого раза выпала GTA San Andreas, кстати, которую напрямую в стиме уже не купить, так что для коллекции пускай будет. А потому куплю ещё раз. Оплачиваю. И вот со второго раза выпала Dead by Daylight, ключ от которой можно забрать в личном кабинете. И так как я уже в плюсе, и у меня осталась небольшая сумма, куплю ещё раз. Оплачиваю. И с третьего раза выпала Dying Light, ещё одна крутая игра. То есть тут всё зависит от вашей удачи, но за счёт того, что игр на GameStop столько же, сколько и в стиме, без крутой игры вы точно не останетесь, так что ссылочку для вашего удобства оставлю в описании. Ну а как активировать ключи в стиме, есть отдельное видео на канале. Так что ставлю игру на установку, пойду заварю себе какао и приступаем к обзору. Собственно, как и было сказано вначале, это асимметричный кооперативный хоррор, сделанный по подобию культовых фильмов ужасов, в котором один игрок берёт управление за маньяка, чаще герой этих самых пугающих фильмов, и должен преследовать, рубить и пытаться схватить команду таких же реальных игроков, только в количестве четырёх выживших, прежде чем они смогут выполнить все задания и сбежать. Казалось бы, ничего сверхнеобычного. Но с момента выхода ДБД игру всячески пытались копировать, однако превзойти так и не смогли. Небольшого успеха добились только подобные игры на смартфонах. Ну а на стационарных платформах, включая консоли и ПК, где Dead by Daylight играется в кросс-платформе, по сути игра стала монополистом, что имело определённые последствия, но об этом чуть позже. Ведь интуитивно понятные механики бегства от маньяка с системой сдерживаний, препятствий и нагнетающей музыкой со звуками удара напуганного сердца персонажа, когда ты бежишь и видишь, как маньяк бежит за тобой, создают действительно напряжённую обстановку и поначалу даже пугающие сцены прямиком из фильмов ужасов. Со временем, проведённым в игре, страха, конечно, становится меньше. Но гнетущая атмосфера никуда не девается, ведь часто такие погони заканчиваются стычкой с врагом не в нашу пользу. И именно эта часть делает Dead by Daylight столь интересной и непредсказуемой. Ведь по сути в одной игре мы получаем два режима происходящих одновременно. Один для четырёх выживших, задачи которых скрытно, работая в команде, найти, а после активировать 5 из 7 полурандомно сгенерированных генераторов энергии, чтобы открыть ворота и свалить отсюда подальше, с как можно большим количеством игроков. Подчинить генераторы задача по сути несложная, нужно просто рядышком постоять, удерживая одну кнопку. Но такой лайтовый геймплей прерывается необходимостью следить за окружающей обстановкой, где рыскает маньяк, и отвлекаться на возникающие квиктайм-эвенты, которые, если запороть, генератор начинает издавать шум, тем самым привлекая маньяка даже на большой дистанции. То есть звучит, возможно, и просто, но подобные действия требуют сосредоточенности, чтобы имени игру не пропустить и маньяка к себе не допустить, что вызывает ощутимое напряжение. Маньяк тем временем пытается поймать всех нарушителей своего спокойствия, дабы оглушить и подвесить на крюк, где выживший должен или ждать, пока его спасут тиммейты, или медленно истекать кровью для жертвоприношения. Теоретически у маньяка есть огромные преимущества, он может атаковать, а вот выжившие ничего ему сделать не могут, если, конечно, не считать оглушение и ослепление, что замедляет, но, тем не менее, не останавливает полностью врага, который даже в начале катки знает расположение генераторов, которые подсвечиваются на карте для маньяка, плюс передвигается куда быстрее по прямой обычных выживших, не говоря о раненых, и имеет разные уникальные способности в зависимости от персонажа. Но выживших по-прежнему четверо, а маньяк как бы один, что вынуждает играть в этакие догонялки, но со смертельным исходом, где нужно наблюдать за генераторами, чтобы их не активировали, присматривать за пойманными жертвами на крючках, дабы их не сняли товарищи по команде, и всё это усложняется ещё и видом от первого лица, в то время как выжившие могут играть с камерой от третьего, давая им больший угол обзора. И это только один нюанс, который уравновешивает баланс сил между маньяком и выжившими, но конечно же есть и другие. Например, как уже было сказано, большинство убийц передвигается быстрее обычных персонажей, что позволяет выиграть погоню, однако они менее проворны в преодолении препятствий, например окон, что позволяет выжившим увеличить дистанцию и сбежать, или оглушить маньяка вовремя активировав скрипт, или сбросив что-то на врага, который к тому же во время удара на мгновение останавливается после взмаха, давая ещё время, чтобы уйти или уклониться. И поскольку маньяку нужно ударить выжившего дважды, дабы повалить с ног, погоня может превратиться в затяжную схватку, чем воспользуются другие выжившие, дабы выполнить задание и сбежать. Так что все преимущества маньяка грамотно нивелируются его недостатками, и особенно слаженной работой в команде выживших. Технически, конечно, можно играть и самому. Например, если маньяк один раз всё-таки попадёт, выжившему понадобится лечение, что не проблема, если вы выбрали аптечку — один из пяти типов снаряжения, доступных перед началом матча. Но если её не взять, придётся обращаться к тиммейтам, у которых аптечка есть. И, кстати, должен заметить, даже в рандомных матчах игроки нередко помогают таким образом друг другу. Плюс, когда выживший попадает в плен, у него есть небольшой шанс спастись с крюка самостоятельно, но гораздо больше шансов освободиться, если кто-то придёт на помощь. То есть играть можно и самому, но Dead by Daylight это явно не поощряет. Кроме одного единственного случая, когда выживший остался один. В таком случае где-то на локации открывается случайно сгенерированный аварийный люк, позволяющий выжившему сбежать даже без активации всех генераторов и не открывая выход. Однако и тут не так всё просто. Ведь, во-первых, люк сперва нужно найти, притом так, чтобы на хвосте не было убийцы, что когда ты остался одним выжившим, сделать не так-то уж и легко. А во-вторых, если маньяк обнаружит люк первым, он может его закрыть, заставляя вернуться к генераторам и главным воротам. Но даже здесь разработчики как бы намекают в слаженной работе команды ключ к успеху. Ведь если у выжившего есть определённый редкий предмет, он может открыть этот люк раньше, хотя и на короткое время, как раз за которые при должной координации через него могут сбежать все выжившие. И таких неявных нюансов в игре хватает, которые позволяют, казалось бы, в каморный геймплей привнести некое количество вариативности. Особенно, если ещё учитывать индивидуальные способности персонажей, которые открываются каждый новый уровень и видоизменяют геймплей. Ведь все, и выжившие, и убийцы имеют три уникальные способности, но по мере повышения уровня появляется возможность экипировать четвёртую. Например, один из моих любимых персонажей среди выживших, Фэн Мин, может не поднимать шум, если пропустить мини-игру с генератором, ценой, конечно, небольшой потери прогресса в его запуске. Есть персонажи, предназначенные для того, чтобы отвлекать убийцу, в то время как другие служат обычными хиллерами или разведчиками, то есть, казалось бы, типичные разделения на классы, но где у каждого есть ещё и уникальные способности с возможностью дальнейшей прокачки. То же касается и маньяков, коих в игре, как и выживших на данный момент более 20 штук, что уже предполагает уникальный геймплей, независимо от того, какие перки вы используете. Ведь у каждого своё оружие, характеристики и уникальные способности, что и определяет, каким образом за них играть. Например, есть маньячила, способный становиться невидимым, или такой, который может телепортироваться на большие расстояния. Сумасшедший доктор так вообще может заражать безумием, заставляя видеть выжившего то, чего на самом деле нет. Но у каждой способности есть и недостатки. Призрак, например, дабы выйти из инвиза, должен позвонить в колокольчик, что даст выжившим время сбежать. После телепортации у медсестры есть короткое окно для атаки, прежде чем замереть на несколько секунд и так далее. То есть, если знать, как и когда использовать эти умения, можно изменить правила игры в одном матче под себя, и это касается как выживших, так и маньяка. И несмотря на все их различия, два режима игры имеют нечто общее, и убийцы, и выжившие сталкиваются с невероятным дефицитом времени. Для выживших быстрая и эффективная активация генераторов – лучшая защита от убийцы, для которого лучше всего избавиться от врагов даже прежде, чем они найдут генераторы, срывая все планы. Что рождает невероятное напряжение, сродни просмотру напряжённого фильма ужасов, только в котором ты принимаешь непосредственное участие. На этом ещё сказывается непосредственно добавление персонажей из фильмов и игр, включая Майкла Майерса, Фредди Крюгера, Пирамида Голового и Сайлент Хилла и разных прочих, у каждого из которых не только уникальная внешность, но и свои перки со способностями, схожими с оригиналом. Хотя никто не запрещает настроить персонажа под себя благодаря системе развития, ведь в зависимости от результатов в каждом матче вы получаете игровую валюту, так называемые очки крови, которые после можно использовать для улучшения навыков персонажа, а также разного однообразного снаряжения и модификаций, что влияет на стиль игры и может значительно повысить шансы на победу. Кстати, от очков крови, зарабатываемых в матчах, также зависит, получите ли вы или потеряете свой ранг в игре. Казалось бы, классная идея, как например в Apex Legends, о которой мы говорили недавно, где ранговая система подбирает тебе игроков под стать твоим умением, что повышает вовлечённость и заставляет улучшать свои навыки. Но здесь это так не работает, так что поговорим, почему многие так недолюбливают эту игру. Первое, о чём стоит вспомнить, так это то, что Dead by Daylight по сути является монополистом в своём жанре, а потому не особо стремится развиваться в идейном плане. За время своего существования игра практически не менялась. Да, добавляли новых персонажей, новые способности, но идеи, вокруг которой строится игра и механики внутри игры оставались неизменны, что тем, кто играл в начале уже как бы надоело. Вторая претензия, которую я видел, это неадекватный баланс как по рангам, когда против тебя будет скилловик с тысячей наигранных часов, а ты только чаёк пришёл попить. Так и по персонажам, когда тот или иной персонаж имба дикая и против него играть просто невозможно. С последним на самом деле всё просто, персонажи конечно разные, но разрабы стараются их балансировать, а остальное зависит уже от умений игрока. Если попадётся чувак с большим опытом, против него конечно победить будет очень непросто, и вот это уже действительно проблема. Как собственно и читеры, их конечно банят, дыры в игре пытаются латать, но они всё равно иногда встречаются. Игра не настолько популярна, чтобы прям в каждом матче, но читеры есть и это тоже проблема. Но по сути проблемы только две. Первая, игра идейна и механически никак не развивается с момента выхода, что проблема только для стариков игравших в начале. А вторая, мешающий дисбаланс по опыту игроков, что тем не менее лечится игрой в кооперативе с друзьями и разделением ролей, когда у вас есть голосовой чат и кто-то отвлекает маньяка, а остальные чинят генераторы. Ведь изначально игра хоть и разрабатывалась под асимметричный кооператив, всё же затачивалась именно под рандом, когда люди не могут общаться с друг другом напрямую. А сейчас, если хотя бы пару выживших сидят в дискорде или в скайпе, даже маньяку на опыте придётся попотеть, но тем не менее всё равно решает скил. Так что по итогу ждать от этой игры какого-то баланса уровня киберспорта явно не стоит. Это фановая коллаба для друзей на пару вечеров, ну или если затянет месяцев, где можно весело испытать свои нервы гнетучей атмосферой и динамичным геймплеем. Правда не очень разнообразным, всё же отсутствие конкурента в игре на пользу не пошли, и она развивается не вглубь, а вширь, то есть не идейно, а контентно. Так что попробовать стоит каждому, ну а зацепит или нет это уже индивидуально, так как по сути при желании поиграть в нечто подобное альтернатив всё равно нет. И если игра всё же не увлечёт, будет довольно обидно отдавать фулл прайс за игру. Поэтому и советую попробовать получить Dead by Daylight на сайте GameStop, где можно получить эту игру в разы дешевле, или другую, но не менее интересную. Напоминаю, ссылка есть в описании. В моём же случае мы с друзьями на праздники залетаем сюда на пару вечеров, угораем, а в остальное время она просто лежит и пылится. А на этом сегодня всё. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих видео. Пока!